Елена Александровна Марыженкова Когда началась трудовая деятельность, Елена Марыженкова поняла, что быть учителем физики – это ее призвание. На уроках она старается объяснить сложную науку не только сухими законами и формулами, но и простыми методами. Скажите, пожалуйста, что такое свободное падение тела? Движение тела под действием силы тяжести. Физика сама по себе – это сложноватый предмет, но благодаря нашему учителю мы вполне себе хорошо ее понимаем. Она рассказывает очень внятно, классно, классный учитель. Я считаю, Елена Александровна настоящий профессионал своего дела, очень творческий, в меру добрый, строгий, дисциплинированный учитель. С теплом о Елене Марыженковой отзываются ее коллеги и руководство учебного заведения. Они говорят, что она уникальный человек. Вот в ней сочетается мудрость, преданность профессии и такой хороший, здоровый юмор. Я когда посещаю ее уроки, сама будучи руководителем, сижу и тихо сама завидую тем ученикам, которые имеют возможность общаться с таким уникальным человеком. Во многом благодаря этим качествам Елена Марыженкова становится частым победителем в различных олимпиадах, конференциях и конкурсах. Вот и в этом году она одержала победу в премии губернатора Московской области и стала лучшим учителем-предметником. Самый по себе конкурс был непростой, потому что в его критерии входили и самопрезентация, и дача открытого урока, участие в различных апробациях. Опять же, учитывалось, какое количество победителей на олимпиадах, научно-практических конференциях и других конкурсах по предмету. Поэтому в этом году вот это вот все вместе позволило мне стать победителем. В преддверии Дня Учителя, говорит Елена Марыженкова, это особенно почетно. Кстати, в этот праздник в школе есть добрая традиция проводить День самоуправления. Поэтому сегодня она вместе с учениками тоже сядет за парту и будет получать знания, которые ранее сама им заложила. Екатерина Шарыбова, Максим Силаев, Первый, Мытищинский.